вот этот аппарат вынут из корпуса вынимается он довольно хитрым образом целиком все вот это дело достается корпус остается отдельно вот такие вот разъемы используются не только на блоке питания но и для подключения плат вот эта плата сделана даже откидная как на старых телевизорах вот речь сейчас пойдет о лентопротяжном механизме вот он скрыт за блоком питания сейчас мы его открутим должен сразу сказать что сделано все очень красиво и очень качественно так вот он лента протяжный механизм один в один как в электронике 302 с той разницей что здесь вот кнопки такие линейные а на электронике кнопки поворотные еще одно различие вот в электронике один такой выключать и а здесь вот еще два выключателя есть эти выключатели подают питание на левый и на правый усилитель мощности маховик имеет небольшое отличие от маховика на 302 электроники вот эта дырочка с той стороны внутри в ниша этого маховика установлен штырек который отвечает за срабатывание автостопа да здесь есть автостоп здесь также есть кассета приемник нажимаем кнопочку он откидывается деньфер никакого здесь не предусмотрено зато здесь предусмотрена хитрая система загрузки кассеты когда мы вставляем кассета вот она торчит нажимаем она там погружается и обратно уже не идет закрываем автостоп вот этот рычажок в режиме рабочий ход воспроизведения пленка этот рычажок огибает когда пленка заканчивается на подающем узле она натягивается и вот этот рычажок подводит с той стороны рычажок внутри маховика маховик вращается и вот тот штырек который там в этом маховике ударяет по рычагу и механизм возвращается в состоянии останова естественно это все работает только в режиме рабочий ход еще одна интересная вещь по сравнению с электроником вот этот счетчик расхода ленты сейчас покажу поближе червяк червяк видно или нет он металлический и похоже что он фрезерованный это очень круто циферки здесь сделаны хромированные не просто белая краска а это хром вообще с хромом здесь все хорошо когда аппарат ко мне попал естественно все ролики идлеры пасеки были в состоянии как бы это сказать грязного густого мазута если этот мазут попадает на пальцы и вот он очень сложно удалить смывается этот мазут только спиртом почему-то спирта бензин у меня не пошел не снова это что еще здесь интересно механизм паузы ну кто разбирал электронику 302 помнить что там механическая такая планка она поднимается поворачивается и это пауза здесь нет такой планки здесь пауза реализована на переключателе p2k с фиксацией вот он нажат вот он отпущен соответственно вот идет тяга который отводит ролик подмотки от приемного узла и вот идет рычаг который отводит прижимный ролик от ведущего угла на мой взгляд сделано очень здорово о лентопротягу еще что можно сказать металл как на старых на первых вариантах электроники он беловатого такого блестящий беловатого цвета чем-то напоминает нержавейку не единого очага коррозии пару слов об электрической части магнитофона в интернете ходит два варианта таких аппаратов с регуляторами тембра на крутилках и с регуляторами тембра на переключателях мне вот попался тот который с переключателями сразу я не понял зачем и почему это было так сделано но потом когда покажу собранный вариант уже магнитофона вам станет понятно почему как и чем руководствовались инженеры когда делали такой вариант схем электрических этого магнитофона в природе ходит две по крайней мере эти две мне попались на глаза в первом варианте стабилизаторов вообще никаких нету с блока питания вот с этого вот напряжение 21 вольт идет на усилители мощности и 9 вольтовые 12 вольтовые напряжения идет на электродвигатели здесь же применен стабилизатор для электродвигателя и два стабилизатора на питание усилителей причем питание усилителей здесь однополярные они питаются 19 вольт каждый но каждый питается от своего собственного стабилизатора почему-то на схеме указано что на эти самые стабилизаторы с блока питания должно приходить 22 вольта на моем приходит 32 наш интересный момент усилители мощности усилители мощности схем я тоже видел две самые первые видимо самый ранний вариант в нем еще использовались германевые транзисторы здесь уже такое не используется здесь все транзисторы кремниевые был еще вариант с уд-1 с микросхемами на кремниевых транзисторах выходной каскад здесь кстати выходной каскад на транзисторах одной проводимости kt805 am был еще вариант с комплементарными транзисторами 837 еще использовался прямой проводимости но вот здесь повезло как вы видите транзистора стоят вот там внутри к одному из радиаторов пришпилены еще маленькие 315 транзистор видимо для того чтобы обратная связь была по температуре чтобы температурный режим стабилизировать аппарата достать их еще тот та песня надо откручивать радиаторы выпаивать и только после этого это дело все снимется да разумеется конденсатора здесь тоже все были негодные мы их поменяли ну и плюс из-за того что вышел из строя блок питания и 32 вольта пошло в эту схему транзистор погорели пришлось их тоже заменять конденсаторы вот видно что все поменены вот интересно сделана схема самоплата вот это вот фольгированный стекло текстолит такое ощущение что эту схему рисовали резфедером потом травили и сверлили на промышленный вариант это как-то не очень похоже но все заложено дорожки не отваливаются сколько бы я их не паял переключатели тоже масса проводов эти переключатели вот этот например включает шумоподавитель динамический он ограничивает полосу пропускания усилителя при малом уровне сигналы не знаю кто им пользовался эти переключатели включают внешние динамики либо переключают работу на внутренний динамик чтобы оба канала сводились играли на одном динамике вот этот здоровенный конденсатор ищи он для блока питания моторчик вот моторчик у него какой-то наверное даже японский головочка маяковская на каждый усилитель свой регулятор громкости это понятно регулятор темпра эта плата генератор стирания подмагничивания два булочка откручиваем она вот так вот откидывается ну в некотором смысле удобно вообще видно что техника весьма и весьма военная все скручено все на ниточках все прикручено вот эти вот проводочки кранированные проводочки внутри мгтф не какая-нибудь обычная пластмасса хорошей тугоплавки мгтф для того чтобы что-то здесь выпаять нужно открутить плату открутить переключатели скинуть это вывернуть блок тембров только после этого эта плата достанется на очень небольшое расстояние посмотрите какой замечательный здесь индикатор уровня записи и состояние батарей разъемы это просто песня и сюда кстати выведены гранированные разъемы то есть провода от головок сюда выведены вот таким вот образом сделаны общий провод кстати с общими проводами здесь чувствуется люди очень долго и серьезно работали вот это вот красные проводочки это минус она же масса который выведен на корпус здесь вот на плате это 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 тоже минус но эти минусы замыкаются через вот эти вот красные проводочки они идут вот туда 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 вот они тоже красные проводочки и соединяются все в одном месте это чтобы было меньше фона наши по крайней мере оборонное предприятие могли делать вполне себе достойную продукцию вот так вот он выглядел когда только попал ко мне ну понятно грязь понятно тут кое-что было сломано после того как я его отмыл вот смотрите это хром на ручке так верхние она же передняя панель алюминий вот это просто песня это обычная электроника которая сделана зеленограде и ей уже идет пятый десяток лет вот сейчас будем все это дело собирать там торчит кнопочка сброса счетчика поэтому когда все это дело будем засовывать в корпус надо аккуратно чтобы не сломать будем закручивать без спиц инструмента никак для того чтобы иметь пасек нужно вот три винта выкрутить если вот эти два выкручиваются то вот этот под рамкой чтобы снять его нужно открутить два винта откинуть эту плату открутить винт который крепит здесь саму рамку только после этого появится доступ к этому винту ну вот раму закрепили в корпусе так теперь прикрутим плату вот здесь такая хитрая вещь кран кран ставился вот так вот здесь вот есть переменные резисторы онлит надо они отогнуты потому что справа мешает переключатель его крутить а слева отвертку тоже особо не подведешь тут он такой плотный монтаж поэтому их отогнули шильдик тоже подключен корпусу шубка меньше поняла вообще чувствуется борьба с фоном здесь так но домов на должном уровне была проведена попробуем все это засунуть на место как это сделать вот я тут я вот так шуршу по столу это не значит ему становится плохо вот там такой коврик под ним ручка здесь тоже заземлена сделано как положено значит вот это ножички резиновые аппарат предназначен для работы в вертикальном положении вот это 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 и это резиновые вставочки то есть когда мы аппарат положим лежня ничего не поцарапается ну вот со мной попытки аппарат такие собран и вот так вот он выглядит вот смотрите вполне достойное оформление передней панели индикатор отдельный респект разработчикам кнопочки просто песня уровень записи регулируемый а если сделать вот так поднять кнопочку включится а рус я вот не знал ну что ж давайте послушаем грохот страшный вставляем утапливаем защелкиваем нажимаем громкость регулируется любой из ручек пауза отпустили счетчик считает теперь как и обещал что же это такое ступенчатый регулятор тембра и так вот она улыбка звукорежиссера это наш советский аналог графического аквалайдера смотрите сколько с тобой мы любим мы вместе отключим колонки двух я не найду пожалуй но вот одну с точкой тире найду я не найду с тобой я не найду хотя бы пока как ночь Интересный момент механизма. Перемотка назад, клавиша не фиксируется. Перемотка вперед, клавиша фиксируется. Ну, видимо, чем-то это все дело обусловлено. И так, в общем-то, неплохой аппарат. Играет вполне достойно. Мощность вполне себе замечательная. Звук неплохой. По характеристикам 12,5 кГц. Есть только металлическую ленту. Да, наверное, что-то можно было сделать лучше. Делали на той технологической базе, которая была доступна. И получилось довольно-таки неплохо. Ну что ж, попробуем нажать выброс кассеты. Что получится? Улетит она за ухо или нет? Делаем вставки. Ха-ха. Все замечательно. Вот она. Вот такая горсточка. С такого радитофона. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...